Добрый день! Меня зовут Александр Ласкин, и я профессор университета Кунипек в штате Коннектикут, США. Тема моего сегодняшнего выступления – специалист по связям с инвесторами, Investor Relations, в США – компетенции и образования. И хотя в основном я буду говорить именно о США, потому что большинство моих знаний связано с профессией, с данной профессией в США, я попытаюсь привести некоторые примеры из России в том числе. Прежде всего, до того, как мы начнем говорить о компетенциях и образовании специалиста по связям с инвесторами, я думаю, необходимо определиться, кто же такие специалисты по связям с инвесторами и чем они занимаются. Для этого, я думаю, важно посмотреть на определение этой профессии. И обычно для того, чтобы лучше понять определение какой-либо профессии, необходимо определиться, необходимо поговорить, посмотреть именно на тех, кто работает в этой профессии. Крупнейшая профессиональная организация специалистов по связям с инвесторами в мире – это NIRI – National Investor Relations Institute – Национальный институт специалистов по связям с инвесторами. Это крупнейшая в мире организация, она располагается в США, она крупнейшая в США также. Определение, которое NIRI дает этой профессии, звучит так. Связь с инвесторами – это стратегическая управленческая функция, которая объединяет в себе финансы, коммуникации, маркетинг, юриспруденцию для того, чтобы создать наиболее эффективные двусторонние коммуникации между компанией, финансовым сообществом, другими заинтересованными лицами, для того, чтобы добиться справедливой рыночной стоимости акций компании. Важно заметить, что это уже третье определение профессии, которое NIRI предложила за годы своего существования 60-х годов. И это последнее третье определение было принято в 2003 году, после грандиозных скандалов, которые прокатились в США, связанные с тем, что компании несправедливо завышали свою рыночную стоимость. NIRON был, пожалуй, наиболее громким примером, но существовали и многие другие компании, которые также на этом попались. Предыдущее определение связи с инвесторами звучало так, где цель связи с инвесторами являлась максимально высокая рыночная стоимость акций компании. Конечно, в 2003 году это было совершенно невозможно продолжать с таким определением, и поэтому NIRI поменяла определение на достижение справедливой рыночной стоимости. То есть теперь цель связи с инвесторами не максимально высокая рыночная цена, а справедливая рыночная цена, которая реально отражает стоимость компании, ее активов и будущего бизнеса. В России также существует профессиональная ассоциация специалистов по связям с инвесторами. Она называется ARFI – Альянс развития финансовых коммуникаций и отношений с инвесторами. И они также, ARFI также предлагает определение специалисту по связям с инвесторами. И важно заметить, что это определение практически дословный перевод определения NIRI, о котором мы только что говорили, но с одним важным исключением. Если вы помните, NIRI начинается с того, что это стратегическая управленческая функция. Оба этих слова – strategic и management – почему-то исключены из российского определения связи с инвесторами. Однако все остальное осталось без изменений. Это точно также деятельность, которая объединяет в себе финансы, коммуникацию, маркетинг и право для построения максимально эффективной двусторонней коммуникации между компанией и инвестиционным сообществом. И также не говорится здесь о справедливой оценке рыночной стоимости, просто говорится о том, что потенциально или реально эти инвестиционные сообщества могут влиять на оценку рыночной стоимости компании. Таким образом, если мы просто посмотрим на оба этих определения, мы сразу с легкостью можем назвать, какие основные компетенции требуются специалисту по связям с инвесторами. Прежде всего это финансы. Специалист по связям с инвесторами должен быть хорошим финансистом. Очень часто специалисты по связям с инвесторами проводят часы, обсуждая финансовые результаты компании и какое они могут иметь влияние на будущий бизнес данной компании. Быть хорошим финансистом – очень важная часть работы специалистов по связям с инвесторами. Следующая – коммуникационная политика. Да, специалисты по связям с инвесторами должны быть великолепными коммуникаторами. Очень часто, работая специалистом по связям с инвесторами, требуется хорошо говорить, когда вы встречаетесь с инвесторами, банкирами, финансовыми аналитиками. Важно уметь хорошо писать и важно уметь даже делать такую простую вещь, как PowerPoint. Специалисты по связям с инвесторами также должны быть хорошими маркетологами, должны понимать маркетинг, должны уметь идентифицировать целевую аудиторию. Не все акции одинаково подходят всем инвесторам. Надо уметь выстраивать маркетинговые компании и надо уметь продавать компанию, соответствующую целевой аудитории. И, конечно же, специалисты по связям с инвесторами должны знать юриспруденцию. Во многих странах, в том числе и в США, и в России, область по связям с инвесторами очень жестко регулируется. Существуют законы, которые прямо говорят, что можно, что нельзя говорить инвесторам, когда это можно говорить, и накладывают определенные обязательства на компании в целом и на специалистов по связям с инвесторами в частности. Если мы еще обратимся к американскому определению, то помимо финансов, коммуникации, маркетинга и юриспруденции, мы можем добавить те две компетенции, которые пропали из русского определения. А именно специалист по связям с общественностью должен быть менеджером и должен быть в состоянии управлять людьми, бюджетами, временем. И специалист по связям с инвесторами должен быть хорошим стратегом, имея в виду, что он или она не только должен отвечать на вызовы извне или выполнять указания руководства, но должен быть в состоянии спланировать компанию, создать идеи, как улучшить взаимоотношения с инвесторами, может быть привлечь больше инвесторов, может быть новых инвесторов, может быть лучше объяснить инвесторам о планах компании на будущее, для того, чтобы оказать влияние на акции компании. Таким образом, вот основные компетенции специалиста по связям с инвесторами. Это очень много компетенций. И книга, которая вышла в США в 2018 году под названием «Финансовые коммуникации и связи с инвесторами», связывает наличие такого большого количества компетенций с тем, как развивалась профессия связями с инвесторами. Это может показаться, что это довольно новая профессия, однако она существует на протяжении уже многих сотен лет. Если я покажу вам вот эту картинку, если вы посмотрите на экран, вы увидите древнейшую акцию, которая сохранилась в мире. Точнее, это даже не акция, а реестр компании. А вот эти вот печати, которые прикреплены к этому реестру, являются собой акции. Каждая эта печать представляет 12,5% компаний, древнейшей акционерной компании мира, которая называется «Стора Капперберг». Это древнейшая медная шахта, которая в 1288 году впервые стала акционерной компанией, продав 12,5% акций для того, чтобы увеличить свое производство и добывать больше меди. Так же, как и сейчас, компании выпускают акции, чтобы привлечь капитал, для того, чтобы расширяться и увеличивать свое производство. В 1602 году голландская истинская компания стала настолько большой акционерной компанией, настолько популярной акционерной компанией, что пришлось даже создать первую в мире фондовую биржу, которая там же в Голландии и открылась, амстердамская фондовая биржа, и изначально единственные акции, которые только торговались на этой компании, были акции голландской истинской компании. Но особенно большое развитие связь с инвесторами получили в конце 19 века в США. Те из нас, кто читал рассказы о Генри, могут помнить его истории про Дикий Запад, золотые прииски, нефтяные поля и людей, которые ходили по городам США и продавали акции к этим золотым приискам. Очень многие фермеры, Айовы, Небраски, Канзаса с удовольствием покупали эти акции, надеясь разбогатеть. Однако в реальности часто за этими акциями не было никаких золотых приисков. Они не стоили даже бумаги, на которой они были напечатаны. И с этого началась, к сожалению, профессия связи с инвесторами, шарлатанов, которые продавали людям акции золотых приисков, нефтяных полей, продвижения на Дикий Запад, которые не имели под собой ничего общего, не имели под собой никакого основания. В 1895 году даже появился термин «акции голубого неба», означая то, что эти акции не были совершенно ничем подкреплены, кроме голубого неба над головой продавца. Это накладывало довольно серьезные требования к этим продавцам, к этим ранним специалистам по связям с инвесторами, потому что они должны были продать то, чего не существует. Поэтому они были экспертами в области коммуникации и могли убедить кого угодно практически в чем угодно. Я не буду заострять на этом еще внимание. Опять же, я рекомендую почитать рассказы о Генри про этот период времени. В 1911 году за правительство штатов осознали, что такое больше продолжаться не может. Фермеры стали жаловаться, люди стали терять деньги, и эти продавцы «Голубого неба» заполонили все. И в 1911 году Канзас, а потом другие штаты последовали за Канзасом, стали принимать законы «Голубого неба», которые запрещали это хождение от фермера к фермеру и продажу этих ценных бумаг. Тогда специалистам по связям с инвесторами пришлось переучиваться и стать специалистами в маркетинге. Теперь они сидели в Нью-Йорке, в Чикаго, в других крупных городах и через почту рассылали маркетинговые материалы. Так появилось «Директ Мэйл», то, что сейчас является одним из основных, одна из основных тактик маркетинга. В 1920 году появился первый «Паевый фонд». Вместо индивидуальных фермеров теперь надо было уговаривать купить свои акции профессиональных финансистов. Таким образом, специалисты по связям с инвесторами стали экспертами в области финансов. И, наконец, в 1933-1934 году были приняты федеральные законы о ценных бумагах и федеральные законы о торговле ценными бумагами, которые жестко регулировали, что именно можно делать в отрасли связи с инвесторами. И таким образом, специалисты по связям с инвесторами стали экспертами юриспруденции. Опять же, в книге, которую я раньше говорил, описывается эта история и приводятся примеры, поэтому сейчас мы не будем говорить об этом больше. Что бы я хотел сказать о том, что профессия по связям с инвесторами довольно невелика. Их не так много, этих специалистов. Американская ассоциация НИРИ насчитывает всего 3300 членов. Российская ассоциация АРФИ утверждает, что существует примерно 800 специалистов по связям с инвесторами. 600 из них на территории страны СНГ, 600 из них примерно находятся в России. То есть специалистов по связям с инвесторами мало. Тем не менее, существуют образовательные программы, которые готовят таких специалистов. Чаще всего люди, которые работают в обрасли связи с инвесторами, имеют многоступенчатое образование. Невозможно выучить все эти компетенции. В рамках одной программы. Часто они имеют магистрскую программу, в дополнение к бакалавриату, может быть даже докторскую. Основные университеты, которые занимаются этим, это Нью-Йорк университет, Сиракузский университет, университет, где я работаю, Кунипекский университет. В Европе также существуют университеты, которые готовят специалистов по связям с инвесторами. Университет Швейцарии в Луганах. Одна из лучших программ в Европе. Университет Ливерпуля. К сожалению, мне неизвестно о наличии таких программ в России. И я считаю, что необходимо также внедрять специалистов по связям с инвесторами образования в российские программы. Всего доброго. До свидания.